Стабилизационные фонды хватает у нас мощностей, чтобы заготовить до весны. Мы все урегулировали, собрались, все стабилизационные фонды выбирали по овощам, по картофелю, то есть они будут укомплектованы в полном объеме. То есть задача мэра Минска и губернаторов распределить таким образом овощи, картофель, чтобы и цены не прыгали зимой и хватило до мая месяца или до нового урожая, скажем так. До мая, до июня месяца заканчивается уборка яблок. Она в этом году примерно на 15% немножко будет меньше уровня прошлого года. Ну а в целом свою потребность страны за счет сельхозпредприятий и фермерских хозяйств мы обеспечим 100%. Примерно 70-80 тысяч. Не придется тебе завозить яблоки с Египта? Да нет. Хотя я там исключаю, что там где-то торговля немножко этим занимается. Конечно нельзя в полном объеме, но у нас... Нет, ну главное, что у человека пусть будет выбор. Мы же не запрещаем египетское яблоко или еще какое-то там продавать. Пожалуйста, продавайте. Но чтобы рядом лежало хорошее свое яблоко. Смотрите, всю зиму контроль за ценами будет очень серьезный. Депутаты и, вы знаете, и профсоюзы сориентированы на это, и они взялись за эту проблему очень серьезно. Но вам надо смотреть, держать в руках торговлю. Пожалуйста, он вам заготовил столько, сколько надо, распорядитесь. Чтобы на пролавке всегда было. Хочу смешно. Из Египта картофель завозят, с Турции. Ну ладно, пусть завозят. Но у нас лучшая в мире картошка. Ну уже, честно говоря, в последнее время по картофелю импортная уже составляющая в каком-то мизиру сведена. Потому что касается овощей, так я вообще тут проблем не вижу. Ну и продажи на экспорт. Вы же видите, какой спрос. Повезло, сильно повезло и по сахару, да? Уже россияне сегодня уже закидывают удочку. У них дефицит большой сахара. Мы, конечно, поможем. И цены поднялись на сахар. Не обижайте крестьян. Да, потому что, ну раз есть цена на рынке, ну надо, чтобы и крестьяне что-то получили. То есть с уборкой сегодня проблем ты не видишь. Ну я тоже так чувствую, что проблем, видимо, у нас не будет. Главное, чтобы вовремя это убрать.